МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Лабовском институте КФУ прошел императорский бал. Молодые экономисты и управленцы КФУ объединились силой, уже готовы реализовать самые амбициозные замыслы. За кем же будущее российской экономики, расскажет Аделя Шмелова. Уже традиционно в последнюю неделю ноября у молодых экономистов и управленцев Казанского университета появилась уникальная возможность расширить и укрепить научные связи среди молодежи различных вузов страны. Общее желание завести деловые знакомства и получить новые знания объединило самых инициативных студентов на Пятом международном молодежном симпозиуме по управлению экономикой и финансом. Мы считаем, что это мероприятие очень важно, так как на нем формируется такая вещь, как научная кооперация. Может быть, студенты, которые сейчас будут общаться в рамках круглых столов, в будущем будут заниматься вместе наукой и вместе могут совершить какие-то научные открытия, какие-то могут совершить научные изобретения. Так что мы считаем, что это мероприятие очень важно. В симпозиуме приняли участие исследователи с разных вузов России. Каждый из участников успешно презентовал собственное видение решения экономических вопросов. Например, представительница Мордовского государственного педагогического института убеждена, что решение проблем социально-экономического развития стран непременно заключается в воспитании педагога-управленца. Педагог-управленец – это лидер. Он должен быть ответственным, творческим. Он должен меняться в зависимости от окружающих каких-то обстоятельств. Он должен вести за собой команду, в частности, обучающихся. Он должен от одного проекта переходить к другому. Это творческая личность, это ответственный человек. И сегодня, для того, чтобы у нас российская экономика была конкурентоспособной, нам такие нужны люди. Участники активно делились знаниями и навыками со своими будущими нагородними коллегами. Стоит отметить, что студенты и молодые ученые без стеснения демонстрировали свои знания прямо на глазах у потенциального работодателя. Мы сотрудничаем с КФУ уже шесть лет. У нас подписан договор о сотрудничестве, в рамках которого мы каждый год разрабатываем и обновляем программу сотрудничества. Также мы второй год подряд в стенах данного ВУЗа проводим бизнес-школу. Это наш совместный проект. Мы отбираем лучших студентов ВУЗа. Это 30-35 человек, которые в течение месяца-полутора месяцев проходят обучение в нашей аудитории. Можно не сомневаться, что работа Пятого международного молодежного симпозиума по управлению экономикой и финансом наверняка принесет свои положительные результаты. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. Студент КФУ Виктория Арефьева победила на всероссийском конкурсе СМИ про образование 2016. Номинации творчества – лучший материал студенческого СМИ. Какую работу представила Вика, выясняла наш корреспондент Елизавета Евтифеева. Кто-нибудь задумывался, каково иностранцам жить и учиться в России, ведь многие студенты Казанского федерального университета приехали из дальних южных стран. Виктория Арефьева, корреспондент студенческого телевидения КФУ, решила снять об иностранцах фильм и отправить его на всероссийский конкурс СМИ про образование 2016. И накануне были объявлены победители, где Вика одержала победу в номинации «Лучший материал студенческого СМИ». Я отправила свой фильм об иностранных студентах, который обучается в Казанском университете. Он называется «Моя Россия». Мы снимали его около полугода назад. Было очень весело. Там принимали участие студенты, которые родом из Индии, из Египта, из Китая. Я хотела показать, как студенты, приезжающие к нам в Казань из-за рубежа, адаптируются к новым условиям жизни, к новым условиям обучения, как их принимает университет, какие у них остаются впечатления от учебы и жизни здесь. Они рассказывают всякие курьезные истории, связанные с тем, как им пришлось преодолевать много непростых препятствий, таких как, например, погода, новая еда, новые люди, новые знакомства. Сложности, которые возникали во время съемки. Во-первых, было очень холодно. Что чувствовали в этот момент студенты, которые приехали из теплых южных стран, мне трудно представить. Была метель, мы снимали мальчика из Египта, и он, пробираясь сквозь пургу, должен был задавать вопросы прохожим. Мы снимали скрытые камеры, как бы. Он должен был спрашивать дорогу к какому-то объекту. Мы проверяли таким образом, насколько наши жители города гостеприимны к иностранцам. Это далеко не первый, но и не последний конкурс Вики. Студент ККФУ увлекается творчеством, работает на радио, занимается спортом, и она не собирается останавливаться на достигнутом. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универ Ньюс. Всемирная сеть не молчит. Настало время познакомиться с самыми свежими новостями Рунета в нашей традиционной рубрике Веб Ньюс. В Татарстан прибыл заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, чтобы посетить ряд спортивных объектов, а также провести рабочие встречи. Напомним, что Виталий Мутко курирует подготовку основных объектов к Чемпионату мира по футболу 2018 года. КАМАЗ стал победителем рейтинга «Автопроизводитель года», согласно которому КАМАЗ признан лучшим в номинациях развития экспорта и инвестиций в НИОКР. В Казани открылся новый учебный центр «WorldSkills». Новый центр включает современные учебные классы и помещения для проведения практических занятий, оснащен учебно-методической литературой. В год здесь смогут проходить обучение более 1 тысячи человек. Казанский Акбарс в Новокузнецке проведет матч с Металлургом. В рамках чемпионата в КХЛ Акбарс и Металлург встречались 82 раза. В активе казанцев 51 победа при 8 ничьих и 23 поражениях. С 25 по 27 ноября в Казани будет проходить первый открытый турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Дарьи Шкурихиной на вершине успеха. В набережных Челнах пройдет региональный фестиваль визуального современного искусства «Визави». Фестиваль проводится с целью развития визуального современного искусства и позиционирования его в межрегиональном культурном пространстве. Главная елка Казани высотой 42 метра будет установлена на ярмарочной площади. Для декора главного новогоднего дерева используют светодинамические энергосберегающие гирлянды. Ишат Гафуров встретился с представителем правительства Республики Алтай. Визит состоялся в рамках межправительственного соглашения Татарстана и Республики Алтай, призванного выстроить эффективные вертикальные связи между регионами. В школах Республики Татарстан хотят внести уроки геологии. В КФУ обсудили пути развития географического образования. Участниками первого образовательного семинара «Геологические знания» в курсе школьной географии стали почти полторы сотни учителей со всех школ Республики. Печали, горе, радости, надежда, вера и счастье изливаются из человеческой души, находя выход в хоровом пении. Так, 23 ноября в актовом зале КФУ прошел гала-концерт 8-го всероссийского конкурса академических хоров и вокально-хоровых ансаблей «Поющая Россия». Как это было, смотри в нашем следующем сюжете. «Идите в хоры и обретете гармонию», – сказал когда-то знаменитый американский дирижер Роберт Шоу Лаусен. Так, 23 ноября в актовом зале Казанского федерального университета прошел гала-концерт 8-го всероссийского конкурса академических хоров и вокально-хоровых ансаблей «Поющая Россия». Хоровое искусство, оно питает нашего человека. И нам, как членам жюри, очень приятно, что этот конкурс с каждым годом открывает и для нас тоже что-то новое. Мы открываем новые сочинения, мы открываем новых композиторов, мы открываем новых дирижеров, новых руководителей коллективов. Это все нас как-то сплочает в наше непростое время и как-то своеобразно дает большой стимул для дальнейшего процветания хорового искусства на Руси. Хоровое пение объединяет людей, дает им душевный подъем и чувство братского согласия. Когда голоса сливаются в унисоне или сложных гармонических аккордах, человек чувствует, что он не одинок, что все люди – братья, что родство со всей Вселенной. Не пустые слова. Для нас хоровое пение – это какая-то такая мини-национальная идея. То есть, как бы, такое собрание людей, которых объединены общей идеей, мыслями, мировоззрением. Вот. И ведь мы сможем выжить только сообща. А хор – это как раз такое явление очень национальное, очень российское, очень русское. Это началось с детства, когда родители нас отдали в разные коллективы музыкальные. И все, и пошло, 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 пошло. А потом уже после колледжа стало понятно, что все. Музыка – это уже наш путь. Да, уже не отпустит. Ну и все. И так мы оказались в этой профессии хорово-дирижировании. Хор – это прообраз идеального общества, основанного на едином устремлении и слаженном дыхании. Общество, в котором важно услышать другого, прислушаться к друг другу. Общество, в котором индивидуальность не подавляется, но раскрывается в полной мере. Хоровое пение существует в России издавна. Оно присуще человеку как часть жизни. Люди пели за работой, когда сеяли и убирали урожай. Шили и вязали. Пели за столом в момент отдыха и в праздник. Во время богослужения и в походе. Во время торжеств все пели огромным хором. Даже цари пели в хоре. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Студенты Лабушского института Кафуз головой окунулись в культуру 19 века. Самые талантливые студенты уже готовы продемонстрировать свои танцевальные таланты. Ну что ж, да будет бал. Сотни глаз устремлены в центр мраморного зала городского дворца культуры, где под музыкальное сопровождение грациозно танцуют десятки блистающих пар. Здесь состоялся традиционный императорский бал, приуроченный к 212-летию со дня основания Казанского университета и 118-летию Елабужского женского епархиального училища. Открывает бал один из самых торжественных танцев в своей эпохе – полонез. Программа императорского бала традиционно включает, как того требуют традиции, несколько обязательных танцев – полонез, вальс, кадриль и польку. Приятной традицией балла стало исполнение танцорами зажигательного джайпа и фокстрота, благодаря усердным репетициям движения танцоров изящны и точны. Я в этом году, к сожалению, заканчиваю институт и вот решил напоследок поучаствовать в этом торжественном событии. Мне очень-очень-очень нравится этот балл. Этот шелест в платье, вся эта музыка, атмосфера именно погружает в ту эпоху. И мне кажется, это очень классно, что мы именно проводим вот так вот и организация мероприятий очень на высоком уровне. Хотелось бы, чтобы и дальше проводилось очень много еще лет. Кульминацией праздника стала церемония награждения преподавателей, сотрудников и студентов Елабужского института за значительный вклад в развитие вуза. Дорогие друзья, сегодня особый день, когда мы чествуем наших коллег, когда мы вспоминаем нашу историю, когда мы говорим о тех, кто внес славный и важный вклад в развитие нашего вуза. Лучшим из лучших были торжественно вручены награды от Министерства образования и науки Республики Татарстан. Доброй традицией института стало награждение преподавателей денежными премиями и путевками в санаторий, предоставляемых администрацией и профсоюзной организацией вуза. В завершении вечера и зрители, и участники сошлись во мнении, что у императорского бала однозначно есть счастливое будущее. С каждым годом становится все интереснее, краше, замечательно. Лучше и лучше. По-моему, нет предела совершенства, не зря говорят так. И поэтому этот балл, хоть мы, как говорится, и переживаем, что пропущены занятия, что-то еще, но праздник всегда дает новые какие-то впечатления, новые возможности. И мы очень замечательно рады. Это момент, когда подводятся какие-то итоги. Итоги сегодня были, они хорошие. Будем надеяться, что будет еще лучше. Так что, ВИВАТ Университет! Адель Шамилова, Динара Алмакомбетова, Айдар Сальхов, Универ Ньюс. На сегодня это все. Будь в курсе всех новостей с Универ Ньюс. Пока!